Продолжение следует... 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 в 2009 году сократились, которые в свою очередь составляют 70% доходов населения страны. Все эти факторы говорят о том, что экономика Армении зависит от двух очень важных факторов. Первое – это инвестиции армянской диаспоры, второе – это денежные переводы мигрантов, которые высылаются из-за рубежа. Второе – это бюджетный сектор, о котором мы бы хотели более детально рассказать, потому что наиболее интересные процессы происходят именно в этом секторе. Первое, что бросается в глаза – это налоговые поступления. Наибольшее количество налоговых поступлений приходится на сферу торговли. Что это такое? Как правило, в торговле заняты мелкие и средние предприниматели. То есть, когда именно торговля формирует определенную часть бюджета, это говорит о том, что налоговое бремя для предпринимательства намного выше. С другой стороны, в 2013 году через две недели в Армении выборы. Как правило, перед выборами правительство повышает пенсии, заработные платы, социальные пособия и так далее. Однако в бюджете 2013 года никаких, скажем, в этом направлении каких-либо мер или инициатив не предпринималось. Помимо того, начиная с 2013 года вступает в силу новый закон о едином подоходном налоге. Что такое закон о едином подоходном налоге? Почему он так часто обсуждался в СССР информации о Армении? Дело в том, что начиная с 2013 года, те люди, которые в среднем за месяц получают до 300 долларов США, они выплачивают налог, значит, их налоговая ставка будет ставить 24-4%. А те, у кого будет более 300 долларов США, у них налоговая ставка составит 26%. То есть, принимаем во внимание тот факт, что большинство населения Армении в среднем получает менее 300 долларов в США, и примерно 200 с лишним долларов, 240 долларов США получают бюджетники. Основное налоговое бремя приходится именно на те социальные, скажем так, на наибольшее количество населения. То есть, с одной стороны, государство предвыбором не повышает пенсии, не повышает заработную плату, вместо этого они повышают налоговое бремя для населения, с другой стороны, они повышают тарифы на коммунальные услуги, и все это, все эти процессы происходят перед выборами. Другой, не менее важный фактор, который, скажем так, бросается в глаза. До 2008 года в Армении существовал пенсионный фонд. В 2008 году правительство Армении решило ликвидировать его. Силу тех обстоятельств, что фонд не смог профинансировать свои пенсионные расходы. Правительство ликвидировало и включило доходы и расходы пенсионного фонда в государственный бюджет, тем самым увеличив бюджетный дефицит страны. С другой стороны, если в дальнейшем возникнут какие-то определенные проблемы с пенсией, об этом мы поговорим в социальном секторе, в социальном блоке, то есть бюджет в той или иной форме должен быть профинансировать эти пенсионные расходы. В Армении идет очень серьезный процесс старения населения. То есть, что такое старение населения? Старение населения – это когда уменьшается число экономически активного населения, растет расходы государственного бюджета. С другой стороны, как правило, старшие поколения, они больше нуждаются в социальной опеке, тем самым государство вынуждено наращивать расходы на здравоохранение. И самый легкий путь финансирования страны населения – это наращивать государственный долг. То есть, именно все это бремя ложится на государственный бюджет. К чему это может привести? Это в дальнейшем может привести к неустойчивости пенсионной системы в Армении. Это одна проблема. С другой стороны, в 2009 году всего лишь за три месяца правительство Армении задолжало у внешних кредиторов полтора миллиарда долларов США. И на данный момент государственный внешний долг Армении составляет 37% в отношении к ВВП, а валовый внешний долг составляет более 74%. То есть, проанализировав, мы выяснили, что внешний долг растет намного быстрее, чем растет номинальный темп ВВП. О чем это говорит? Это говорит, что в ближайшие годы, в ближайшее время соотношение внешнего долга к ВВП будет намного выше, чем сейчас. И через некоторое время правительство вынуждено будет объявить дефолт. Что такое дефолт? Дефолт – это когда правительство объявляет о том, что оно не в состоянии финансировать свои внешние задолженности. Об этом же говорит отчет контрольной палаты, так называемой счетной палаты Армении, который утверждает, что если так продолжится, в ближайшее время, в ближайшие годы у Армении возникнут серьезные проблемы с финансированием внешнего долга. Даже в средствах массовой информации в Армении тоже очень часто фигуруется эта цифра, что это вторая Греция. То есть, если взять соотношение внешнего долга к реальному ВВП Армении, то мы выясним, что валовый внешний долг к реальному ВВП составил 2,7 раза выше, чем сам ВВП. То есть, так как их реальный ВВП – это всего лишь 3 миллиарда долларов США. С другой стороны, мы в Центре стратегических исследований провели определенные анализы фискальных рисков, так называемых бюджетных рисков в Армении. Выяснили, что Армения стоит перед очень серьезной проблемой двойной бюджетной неустойчивости. То есть, с одной стороны, это проблема наращивания государственного долга, в частности, внешнего долга, а с другой стороны, это неустойчивость пенсионной системы. Значит, еще один не менее важный фактор. Все мы являемся свидетелями мирового финансового кризиса. Сейчас он называется уже как-то по-другому – системный кризис. И к чему это привело? Это привело к тому, что большинство стран Европы – значит, внешний долг начал очень быстро расти, и соотношение внешнего долга ВВП уже превалило вот тот 60-процентный лимит, в некоторых странах это 120%, в некоторых – 160%, а бюджетный дефицит начал расти, и для этого существуют определенные критерии. Значит, до мирового финансово-экономического кризиса лимитом, то есть определенным критерием соотношения бюджетного дефицита к ВВП составлял 3%. После кризиса выяснилось, что этого лимита недостаточно. И были предложены новые меры, так называемый «фискал компакт», где 0,5% считается приемлемым для государственного бюджета, то есть бюджетный дефицит должен составить 0,5% КВП. Когда весь мир снижает бюджетный дефицит, когда весь мир борется со снижением государственного, частности внешнего долга, в Армении процесс идет в обратном направлении. То есть в законодательстве четко написано, что бюджетный дефицит может быть на уровне 10% КВП. Ни в одной другой стране такого вы не увидите. То есть в реальности соотношение бюджетного дефицита к ВВП должно составить не менее 3%, так как есть понятие макроэкономической устойчивости. Более 3% это уже является угрозой для экономики, для проблем денежно-кредитной политики, в частности проблем для инфляции и так далее. Другие факторы, связанные с экономикой Армении, плавно переходим в социальный сектор, мы уже несколько слов сказали. В социальном секторе в Армении есть 4 очень важных проблемы. Первое, это проблема бедности. По официальной статистике бедность составляет 35% населения. По оценкам Международного валютного фонда, если вычесть из доходов домашних хозяйств денежные переводы мигрантов, то реальный уровень бедности в Армении составит 52-53%. То есть, что это такое? Это говорит о том, что каждый второй человек находится за чертой бедности. Притом, из 10 областей, в Армении они марзами называются, 7 уровень бедности составляет более 30%. А в двух из них, в Лории и Шираке, это примерно 45-48% населения. То есть, каждый второй человек в двух этих регионах находится за чертой бедности. Вторая, скажем так, немаловажная проблема для экономики, это безработица. По официальной статистике, каждый пятый человек из экономическо-активного населения является безработным. Притом, 45% молодежи тоже считаются безработным, по данным Национальной статистической службы Армении. Третья проблема, это проблема миграции. Ну, есть разные оценки, я тоже сказал, по разным оценкам это 60-70%, но есть официальная статистика, которая утверждает, что за 11 месяцев 2012 года страну покинуло более 70 тысяч человек. И есть дополнительная информация, премьер-министр Тиграна Саркисяна, который сказал, что за 20 лет Армению покинуло 1 миллион 200 тысяч человек. Вот, сами подумайте, 1 миллион 200 тысяч человек находятся за чертой бедности. Столько же человек за это время уже покинуло страну. Притом, каждый, к 2050 году каждый третий житель будет в возрасте более 60 лет. То есть, это идет очень старение, серьезное старение населения. О какой социально ориентированной политике может идти речь? Все наши анализы также подтверждают отчеты, мировые отчеты, в частности, самые знаменитые среди них, это отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности, который, в самом последнем отчете указано, что Армения находится на 82-й позиции среди 144 стран мира. И мы проанализировали последние 4-5 отчета. Выяснилось, что наиважнейшая проблема для введения бизнеса в Армении по отчету глобальной конкурентоспособности является первым делом, это значит коррупция, второе это неэффективная государственная бюрократия, третье налоговое администрирование, четвертое доступ к финансированию, налоговые ставки и так далее. Все это говорит о том, что экономика Армении далека от понятия конкурентоспособности. Еще два факта. В 2011 году международный рейтинговый агентство Мудис снизило прогноз Армении со стабильного с негативных. Что такое негативный прогноз? Это говорит о том, что в ближайшее время рейтинг страны должен быть занижен. То есть в силу тех обстоятельств, что экономика Армении достаточно зависит от экономики других стран, в частности от России, а у них прогноз был снижен, то есть экономика Армении должна, у них тоже должны пройти те же процессы. В конечном итоге Форбус в 2011 году опубликовал рейтинг наихудшую экономику мира, где на второе место после Мадагаскара вышла Армения. Притом те критерии, которые были использованы в этом рейтинге, эти критерии были чисто макроэкономические показатели. То есть ВВП на душу населения, инфляция, сальдо текущих операций, платежного баланса и так далее. Итак, о чем говорит наш анализ? Наш анализ говорит о том, что в Армении очень серьезные социальные проблемы. Нынешняя так называемая социальная экономическая политика, проводимая правительством страны, она привела к деградации армянского общества. И никакой социально ориентированной, скажем так, экономики не может быть идти речь, когда 35% по официальной статистике находятся за чертой бедности и когда в стране идет серьезный процесс старения населения, когда очень серьезно, остро ставят проблему миграции и безработицы бедности. И другая немаловажная проблема, которая в ближайшие 5-7 лет очень серьезно затронет почти каждого гражданина Армении, это проблема наращивания государственного долга. Долг растет с очень быстрыми темпами. И, как мы сказали, вступление, есть определенные критерии, мы проанализировали, по этим критериям выяснилось, что в ближайшие годы дефолт в Армении неизбежен. Спасибо за внимание.